Музыка 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 Приветствую вас в компьютерной мастерской HPPC Петербург, проходи парень, проходи Это первое видео С настоящим оператором Женькой, который приехал Лично из Белгорода, чтобы навести Немножко 4К красоты Кстати, наверное, смешно А то нас с тобой забанят Раньше времени И так уж вышло, что конец рабочего дня Пришли ребята, как зовут? Глеб Глеб, давай руку Вы еще вчера, по-моему, приходили в конце дня Но мы уже были закрыты Пришел Глеб с папой? С другом И сказал, что есть какая-то проблема У нас компьютер Поэтому сегодняшний у нас прям ролик будет Я хотел вообще снять ролик знакомства с командой Вот такой полноценной Немножко рассказать, что да как Потому что очень много народу Но раз у нас живой пример компьютерный Давай, Глеб, рассказывай, что произошло Проблема в том, что с компа Монитор не включается То есть, ну, все проведено А монитор не может включиться Как потух? На ровном месте? Да, просто не включается и все То есть, сам монитор горит, а экран Ну, то есть, грубо говоря, вчера включался Сегодня перестал включаться, ногой не бил Ничего не скакало, все просто на ровном месте Какие у тебя подозрения есть? Ну, на самом деле не знаю, честно Непонятно, да? Да Так, ребята уже тут На приемочке подлетают сюда, Жень Давай посмотрим, что за платформа Сразу, чтобы мы понимали Это B360M Bazooka Хорошее название, мне всегда нравилось То есть, почему они не стесняются МСА-ки называть правильно Bazooka Соответственно, здесь у нас Что-то из серии Coffee Lake Refresh Какой процессор у тебя стоит? Я не знаю, честно Потому что брат собирал компьютер Не знаю И как бы подарок был Ну, башенка минимум на i5 тянет Поэтому i5 и 72 планки оперативной Viper Да и, собственно говоря, все Сейчас картинки нет При этом парни видюху уже проверили Видеокарта заведомо рабочая Правильно я понимаю? Да А у нас, Жень, есть местечки где-нибудь? Или тут все занято сейчас, да? Все занято А здесь есть провода А, к этому Монику? Да А вон у вас есть же? Да Точно Вот, давайте мы, наверное, так и сделаем И ребятам нужно срочно Глеб, играешься, да? Да Глеб играется А когда Глеб играется Мы должны, значит Аккуратно на макпу не попадать Да я вижу, вижу, не переживай Соответственно, Глеб, мы сейчас с тобой вместе посмотрим, как себя агрегат ведет Проходи сюда тоже Это сборочка твоя? Да Вот такую, смотрите, лампу мы зафиксировали Нашел в Макси-доме Стоит не дешево 2000 рублей, по-моему Но зато универсальная какая Туда-сюда крутить можно Итак, начнем с того, что давай все-таки посмотрим, как себя агрегат ведет Потому что Все что угодно может быть Есть встройка в этой материнской плате Поэтому я думаю У нас есть вероятность того, что мы можем вот так запуститься А, он вообще не реагирует на кнопку, да? А просто перестал реагировать Ну, если комп на кнопку не реагирует Первым делом, что проверяем? Правильно, друзья Подключена ли кнопка И что у нас с блоком? Смотрим Натальная панелька у нас На месте PowerSV, по крайней мере Но это не означает, что кнопка работает Логично? Логично Есть? Нет, ну да, кстати, спасибо большое Женька нам подкинул Нет, тестер есть Блок Да То же самое Давай мы сейчас с тобой выкинем Потому что блоки, Глеб, умирают Я тебе так скажу, как семечки нынче Чтобы блоки проверить, мы сейчас его отключим И просто посмотрим Вертится, он крутится При том, что он может закрутить и заработать Это совсем не означает, кстати, что он полностью рабочий Но зато Хотя мы быстренько сейчас с вами какую-то первичную информацию подключим Получим И мы ее уже получили Мужик Садит мод Да Глеб, все просто у тебя оказывается А что такое? Ну, блок не реагирует По крайней мере, никаким таким образом Поэтому мы сейчас с тобой первым делом что делаем? Давай другой блачочек подкинем тогда Скорее всего Сейчас все закончится очень быстро Этого хватит? Да, этого хватит Этого блока хватит, чтобы создать еще одну мастерскую Он две уже создал Вот, поэтому Подожди, это тот самый блок, ты его сюда забрал? Ну, это талисман Это талисман мастерской А ты думаешь, как тут? Только на этом блоке все и держится Я думал, я талисман Ну, есть талисман живой Есть талисман нежилый Вот так Рушатся талисманы в этой стране Вы не должны были встретиться Так Вы не должны были пересечься Давай тогда посмотрим Шлеп и попробуем с тобой О, стоп, а может быть Да нет, вроде все подключено У нас, да? Никакой реакции нету, Глеб Никакой нету, это плохо Материнская плата у нас не стартует К большому сожалению Материнская плата бывает не стартует вообще От слова совсем не инвестирует на кнопки Если высаженная батарея КМОЗ Вообще на B360M рано еще батарея КМОЗ высаживаться Но перепроверить это гораздо быстрее Чем полностью достать материнскую плату Поэтому мы первым делом Так же достаем и скидываем Потому что Действительно, если она высажена Просто может ни на что не реагировать Это абсолютно нормально И тоже практикуется Попробуем ее на вкус Не похоже на высаженную Немножечко подождем И сейчас еще раз запустим Пошла перезагрузка Сброшенная батарея КМОЗ Дала себе сейчас результат Комп стартанул Артем Иди сюда Пока мы с Глебом смотрим на компьютер Расскажи пожалуйста Зрителям уже полноценно на хорошую камеру Как тебе первые Сколько неделя? Меньше? Четыре дня? Пять дней? В общем около пяти дней Артем у нас уже работает Три из них он опоздал Но зато сколько он души вложил Ладно, действительно Поделись впечатлениями Первого своего, так сказать Компьютерного опыта Три раза я опоздал Один раз я сломал бэкплейт Один раз я сломал кому-то жизнь Сделал несколько заказов Но В целом прикольно Хорошо Сейчас непосредственно Какие трудности и сложности Ты испытываешь с точки зрения Компьютерного забота Потому что я так понимаю В предыдущем месте работы Было немножко все Даже немножко все по-другому На чем сейчас Так сказать Самые основные сложности Именно в мастерской Не считая всего конечно Не считая всего конечно Но Не считая больно Самое сложное Это у нас Наверное расчет логистики Потому что ты Занимаешься и клиентами И сборками И еще тебе следить Что куда как Зачем почему приезжать Потому что заказываешь Потому что с нескольких магазинов И я смотрю Это на микрофон То сюда Вот например Вот этого вот Приехала Покажи Я не знаю что это Зачем это Будем уже по факту смотреть Ну и большой поток клиентов Достаточно сложно Пока Одному быть на телефоне Но разгребемся Через недельки две Все будет хорошо Ладно Даня в шоке Там такой типа чего Не ну это интересно На самом деле То есть сейчас действительно Команда притеряется в друг дружке Потому что практически все На испытательном у нас сроке И практически все Вот поэтому Этот момент за вами Ну кроме тебя конечно Саш ты просто Легендой уже Стал Все До завтра До завтра Возможно до завтра Мы с тобой чуть Отвлеклись На Артема Но Давай вернемся к твоему аппарату Мы сейчас с тобой что видим Мы с тобой видим то что Агрегат у нас запустился Крутит картинку Это хорошо Но при этом Он у нас Повис на ВГА То есть Предположим Допустим Что тут у нас Камушек Который Не имеет встроенной Встроенной графики Тогда мы Действительно Изображение Ну можно да Взять Тут у нашего друга есть Она без этого Спасибо Она же рабочая Есть поэтому В целом может Если мы сейчас с тобой Вставим у нас появится изображение То Проблемка у тебя Казалось ну максимально Простая И прям безболезненная Или Это очень хорошо Это твой личный комп? Да Давно его собирали? Ну так Год назад Годик? Да Это еще свежачок В прямом смысле слова Рано ему погибать Мы точно узнаем с тобой То что блок Не захотел Изначально И давай еще разочек Попробуем стартануть От нашего Регата Ты видишь? Чем вообще в жизни Хочешь заниматься? Глеб? Хоккеем Хоккеем ты хоккеист? Да Ничего себе красава Прям хорошо профессионально занимаешься? Да Уже выступаешь сколько лет? 14 12 13 лет Выступаешь уже за кого то да? Ну так да В Петербурге сильная хоккейная команда молодежная? Ну так да Так Давай Сейчас посмотрим Апкас одной планочкой оперативной памяти Видишь кстати тоже чтоб ты знал На будущее Если вдруг у тебя будут какие то проблемы У тебя тут изи дебаклет Изи От слова легко Дебаклет Собственно говоря Опа Мужик ну я тебя поздравляю У нас есть картинка А5 9400F Ну логично как раз Ф у нас не имеет встроенной графики Поэтому у нас и висел на ВГА После игры Но он запустил сейчас У нас всего лишь одна планка На 233 бюз у нас сброшенный Поэтому Потому что мы делаем То есть сейчас у нас Один вопрос с блоком Вот И вопрос По сути Сейчас когда запустим вторую оперативочку Только с ним То есть скорее всего У тебя вот этот вот Гамдес Так называемый Немножко сгамделся Вот Поэтому мы сейчас должны будем Разобраться непосредственно с ним То есть я сейчас выкручу блок Посмотрим что у нас есть под замену Вот Быстренько его меняем Вот И в целом Можно будет как-то и хотел Максимально быстро Оперативно побежать домой Посмотрим Чтобы это вышло ВТХ 600 Вот ВТХ 600 И тоже Давай его сюда пока На так сказать тест Сейчас мы посмотрим Действительно что там с ним Ух ты Облачок то у нас Друзья Стартанул Стартанул облачок Это Удивительный радует Может это знаешь Называется Одуплился А я его уже выкрутил Так быстро Но все равно перепроверили Давай с тобой хотя бы посмотрим Женька Вот этим вот китайским тестером Power Supply Тестер если можно так выразиться Он конечно не объективен Прям идеально Но базовые вещи все Показать может Ага Вот теперь полноценно Смотрим Подлетаем Собственно говоря Основное напряжение Мужик на блоке Это у нас 3.3 вольта 12 вольт И 5 вольт И этот вот тестер Чтоб ты понимал что он делает По сути просто показывает Выдает это напряжение Хотя бы вот такое дежурное Если на нем все Вот да И все на нем грубо Пятерочка Присутствует 12 вольт Видишь в рамках так сказать адекватного 3.3 ровно 12 и 5 То есть все что в принципе необходимо Он конечно это не нагрузка То есть он не нагружает блок Он просто так ну скажем Запустил его Вот Совсем не обязательно что он будет Идеально корректно вести при нагрузке Ну мне кажется возможно у нас Я как-то посуетился Не допроверил Первый раз у меня не запустился Нужно было немножечко Так сказать пару раз еще дернуть его Может он стоптанул Сейчас раз мы уже сняли Быстренько продуем Засунем обратно Подключим еще разочек Посмотрим возможно просто называется Из серии Как обычно туда сюда Дернули передернули И он у тебя запустился Это было бы здорово Так Глеб Момент истины Я обратно вернул твой блок Еще не включали Блок включен Тыкай на кнопку включения Неа Да ну Глеб Ну что нам с тобой так не едется Глеб то как так то Мы же с тобой Только что все должно было работать Глянь не хочет опять Ты посмотри а Не отпускает у нас под вечер Так Давай еще раз убедимся что у нас все Ага О Видал? Угу Кажется А я не видал Покажи это чтобы все видали Мысль Смотри Опа И запустился Я подотгнул плату И он стартанул Мужик Угу Видал? Нифига себе редкий случай То есть ты придется найти человека Который будет держать Не то что даже редкий Нет Вопрос в том то что Видишь Смотри какая сложность у нас сейчас тут есть То есть он на механику прореагировал Мы сейчас по сути включили компьютер Просто Повернул вот так материнку Здесь не прикручен Видишь у тебя вот это Она более широкая Чем корпус твой Видишь? Вернее не корпус а И тут не прикручены на винты То есть она вот так ходуном ходит Это оплата Ну либо контакт какой-то теряется То есть его нету Либо не дай бог какая-то микротрещина Потому что вот мы Я его сейчас придернул Либо плохой контакт Самого блока Вот и разъема Нашего 24 пина То есть что-то из этого Давай еще разочек Давай попробуем То есть ты сам видел да? Угу Питание есть Кнопка Ага Включает Стартанул В общем смотри Особенности Что мы тебе сейчас все-таки сделаем по нормальному Чтобы мы не переживали Я сейчас все-таки плату придется снять Поставить тебе стендзов Стойки Чтобы она нормально упиралась зафиксировать Потому что если мы так оставим Видишь да? То есть она вот Не то что даже отскакивает Это и опасно Не дай бог То есть она там Так сказать на изгибе будет Либо еще что-то Но это правильно То есть чтобы плата равномерно На стойках стояла Мы это тебе подкрутим Хорошо блок подключим И тогда уже в страцесте проверим То есть вот такой вот микромомент Казалось бы Как бы в корпусе не всегда сразу Вкручены все стойки Соответственно ты можешь полениться Думаешь и так сойдет Но такая вот проблема у тебя может возникнуть Но опять же Вроде бы еще опять же Ничего страшного Так вот поэтому Сразу у нас и не запустился То есть казалось бы Так вот механический Микромоментик Ну и бывает С кем не бывает мужик Придется еще тебе Глеб Подождать минуту наверное 5 Пока я сейчас быстренько Вот эту вот штуковину Достану тут И подраскручу Ну и вам тоже немножко еще посмотреть Так ну что Плату мы так сказать подсобрали Теперь она на всех стоечках у тебя стоит Как и положено Прям везде и тут Теперь и тут В общем она Хорошо увесится стоит Но старта нету Но старт будет опять Если я подергаю У тебя 24 пина И тоже Чтоб ты понимал Частая проблемка бывает Вот соответственно Если мы посмотрим Пины Вот сюда заглянем Видно то что они Несколько пинов основных Они подрашатаны сильно Видишь такие То есть тут узенькие А тут уже такие Если по-русски выразиться Да более широкие Раздолбанные конкретно Мы сейчас что с тобой сделаем То есть контакт пропадает Почему нету старта То есть они более широкие Если в квартоком положении Как только я под изгиб Он контакт подцепляется И в комнате у тебя начинает стартовать Соответственно мы с тобой Глеб Сейчас возьмем просто банальный пинцетиком Аккуратно подогнем Вот эти вот усики Пины Вот и как я думаю У нас сейчас должен с тобой быть старт Прямо челк То есть мы прям С тобой вот так вот Прямым текстом То есть я думаю изначальная проблема Вообще на самом деле Была именно в этом То есть мы хоть тут и покрутили Повертели Но я думаю проблема была Непосредственно в том Что на блоке питания Вот эти вот усики Они действительно просто под Подожди Я хочу навестись Ну просто подогнем Аккуратненько каждый Чтобы они Немножечко сошлись друг с другом Стали поуже Чтобы у нас появился Необходимый нам контакт Вот И сейчас подключим Убедимся То что это поможет Сейчас каждый пройдемся Сделаем так сказать Чтобы Было поуже Тоже широкий Слишком Вот Глеб Я теперь с большей долей вероятности Надеюсь он сейчас включится Все Подогнули пины На блоке Давай врубай Стартуй Включился? Да А что он не светится? На Протыкай его Надо посмотреть подключение Та-да Картиночка Я сейчас посмотрю что он не светится у нас Наверное Не туда подключил этот РГБшечку Либо забыл Ну все Я тебя поздравляю мужик Давай пять Спасибо Подводя итоги Вот этой вот нашей Я не знаю сколько Двадцатиминутной драмы Все дело оказалось просто в плохом контакте 24 пинового разъема То есть большая доля вероятности То есть В чем тут самое приятное В том что по факту Все у тебя железо рабочее Ничего у тебя не сломалось И проблема была банальная В плохом контакте То есть просто Подрасшатался И соответственно так себя вел Теперь загрузочку Вон пошло Стоп А да да Там же диагностика была Соответственно Какие ты выводы делаешь и на будущее Если вдруг такое повторится Убедись Что как раз таки Вот эти вот моменты Не с этим То есть ты можешь аккуратненько взять Попробовать его двинуть Ну как ты видел Только аккуратненько И контакт может появиться Ну в принципе подогнул Если ты будешь спокойно за ним работать Никаких у тебя проблем не возникнет Но теперь ты как минимум Знаешь и вооружен Можно было бы случайно Действительно приговорить блок То что он все не работает Не запускается Проблем никаких нет Но дело оказалось просто в том Что можно было взять Пинцетик И аккуратненько подправить Эти парочку контактов Все у тебя один ставен Да Губа не дура Греб О Крутая Твой? Да Серьезно? Да Как зовут? Бублик Бублик О, крутяк Ну вот Бублик теперь Счастливо будет на заставке красоваться А эта история Мужик подходит к концу Сейчас я тебе подключу Чтобы подсветочка горела Если она будет у нас гореть И все Поздравляю Спасибо большое Беру с тебя обещание Что будешь растить Будешь Вернее растить Ты потом будешь сыновей А будешь расти сейчас Большим сильным Счастливым И беречь технику Хорошо? Да Вот И чтобы в хоккей Кого-нибудь Как спортсмен Никогда не сдавался Договорились? Да Так что Забирай этого красавчика И Плюс один Счастливый компьютер Можно назвать Четко? Да Да Калачер Так Глеб получает комплект Полных стикерочков И я не знаю с чем это связано Но Петербург Я хочу переменовать в чокопай Потому что каждый Третий наверное Человек который заходит Он радует Ты любишь чокопай? Да обожаю Вот Это вот теперь это все объясняет Потому что ты в Петербурге Да? Да Вот соответственно мы что сделаем? Чтобы было приятнее раз Ты у нас парень А у нас столько чокопая А вот не поверить нам дарили Бонусом тебе идет Спасибо За оживление патчика чокопая Все? Спасибо вам Спасибо большое Беги Теперь ты знаешь немножко Про свой ком больше Я надеюсь что самостоятельно Если что в будущем сможешь его там Спасибо 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 До свидания Пока-пока Вот такая вот у нас Жизненная Ситуация получилась То есть казалось бы проблема Супер банальная Просто Микрончика не хватает Чтобы передать энергию Дальше по компьютеру Чтобы он запустился и хорошо работал То есть казалось бы А можно колпаться Искать все Передергивать блоки менять Ну вот такие вот моменты Из интересных моментов друзья Сегодня А я напомню это восьмое Знак бесконечности Восьмое декабря И команда на самом деле Уже пожила какое-то время Достаточно долго У нас через два Через два дня исполняется День рождения Будет один месяц Только как Рома Рома я так скажу Зарекомендовал себя Как человек Просто Хладнокровный Стальной Педантичный Четкий Разбирающийся Который имеет огромный опыт И очень Очень аккуратный С техникой То есть Рома я так назову Это уверенность Компьютерной мастерской HPPC Питер Потому что когда техника попадает На работе Вот честно Я переживаю Абсолютно за все Что угодно Но не за Рому Вот есть такое чувство Когда что-то Роме С тобой вообще Один из случаев Да Но когда что-то Роме попадает на стол Это За это спокойно Пойдем спросим Как раз таки 28 дней Пару дней и месяц Ну давай Поделись впечатлениями Ты месяц крутил Компы Ноутбуки Как тебе в целом Устал Заметь Только честно Давай честно Нормально? Все фигня Тащите мне хардкор Какой-нибудь Больше жидкого металла Но с точки зрения Компьютерной мастерской Понятно дело У нас много чего не идеального Я жду какой-нибудь момент обеда А Обед у нас что? Чтобы были мы их привозили Что-то придумать Все у нас проблема Видите Ромку надо подкармливать Ну вообще всех надо подкармливать Да потому что у нас сейчас загрузка большая Парни просто фигачат На самом деле Да Надо получить обед На полставочки Здесь еще у нас был доставщиком еды Он нам показал Самые злачные места Васильевского острова И мы попробовали Абсолютно все Подполье Которое можно Здесь есть китайцы Которые в подвале делают Китайскую кухню И ни слова по-русски не понимаю Это Роман на них вывел Роман не работает только Да Самые острые Да Крылышки По сравнению с которыми KFC просто нервно курит в сторонке И что самое интересное Это чувак на моноколесе Растекает здесь И добывает нам еду Вот Еще успевает сидеть Но когда нужно Много техники Ковырять То Вариант Полчаса сидеть с китайцами В подвале Отпадать Отпадает В общем работает на момент Так чтобы ребята Кушали Хотя бы в процессе Ну посмотрим Я думаю это все Компаев очень много Да Сахар это хорошо Но нужны еще белки Понял Так Ну я тебя заранее Я люблю заранее все делать Заранее тебе я благодарю И поздравляю то что все-таки Месяц ты проработал И я надеюсь что все-таки Мы гармонично как-то это делали Дружно Что самое главное Все Роман тебе несколько дней Рабочий закончился Извини да что отлет Женечек 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 снимает Женечка И мы тоже такой вот небольшой В хорошем качестве Подведем момент Жень тебе остается Сколько до месяца Шесть дней Шесть дней То есть она знаете как этот таймер Тик 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 Осталось семь дней Да Тебе осталось работать Шесть дней Женьке осталось работать Шесть дней В качестве тестового периода Вот Потом Ваня его периодически Будет все больше и больше пугать Чем-нибудь Ну не суть Жень Ты за эти Получается за 24 дня Если мы говорим про месяц Сколько уже компов собрал Ты считал? Штучек Пятнадцать наверное Это не брать если в счет Ремонтные Ремонтные Это только новые компы В общем вы понимаете да То есть чувак На полную катушку Уже просто с самого начала Углубился именно в сборки Компов сейчас Общается с клиентами Ну и соответственно Делают вот такие вот Текущие ремонты То есть Сборщик в нашем Хэппи-писишном понимании Человек гораздо более Универсальный чем может показаться То есть Женя Помимо того что Действительно Диагностирует Ремонтирует текучку Накидывает сборки Собирает их Консультирует Принимает клиентов Если Саша говорит Так Женя я занят Прикрой меня То есть Женек действительно Сейчас занял роль Такую супер универсальную Он непосредственно сидит Вот в этом вот боевом месте На проходной И старается Не давать так сказать Спуску сложным задачам Я очень надеюсь Жень Тоже для истории Скажи пожалуйста За 26 дней Работы В Хэппи-писи Питер Хэппи-писи Питер Это то же самое Что Белгород Только Питер И все по-другому Но примерно Сам факт Как тебе атмосфера Какие действительно сложности Роман сказал Еды ему не хватает Сахара многое Ну мне сначала не хватало Просто сахара для чая Теперь он есть Санек купил Сложность в чем Да ни в чем Все нравится Все устраивает Хочешь дальше трудиться Да Конечно Уходить не собираешься Да? Нет Ладно Все В общем Женька Женька Сами слышите Рвется в бой Остается только вопрос оптимизации Удобства пространства Ну и расти и развиваться Сложность с логистикой Не успеваю банально отвечать на На заявки сайтов Телеграме То есть Ватсап еще Как я отвечаю А с телегой вообще Только один заказ Оттуда принял За все время В общем Эти сложности есть Понял что Женька Не отвлекаю тебя Ну и давайте Скажем так Предконцовку Потому что Самого болтливого Самого улыбчивого И такое Как Как Я нормально выгляжу? Да ты выглядишь вообще Как будто на выпускной На выпускной На выпускной пришел Саша Я думаю можно Вот это настроение Настроение Потому что Он занимает самую активную Позицию вообще в принципе То есть это Машина по убийству вообще Всего что тут происходит С точки зрения Он первый кто вам скажет На ремонтик Либо еще что-то вас примет Подскажет Проведет Либо что То есть он по сути является Ну выражусь так Правой рукой Вани В данном случае На приемке И в целом наверное Десятью другими Руками и ногами Как осьминог И всего остального Что тут происходит То есть если бы У него не было Вот этот вот То есть уровень энергии его Он не вмещается в его тело Вы должны это понимать Да 55 квадратов Вот этого офиса На самом деле Мало чтобы Знаешь это когда он взорвется Вот чтобы Раскрыть меня Да чтобы его раскрыть Но тем не менее Саша Я от себя скажу То что я честно сказать Я много людей встречался Многими общался Но у тебя особенно именно Дар и энергия жизненная Которая Ну это редкий случай Это действительно редкий случай Я надеюсь то что То как мы вообще случайно Познакомились на улице Это все зафиксировано И до момента что ты уже Почти месяц Непосредственно тут Занимаешь наверное Одну из самых активных ролей Это вот так все Вот так И я рад то что вроде Ты улыбаешься Вроде все тоже улыбаются И в целом атмосфера Максимально здоровая Мужская Более того Я безумно рад то что ты Сейчас уже Видно что Прям берешь ответственность Решаешь вопросы Прям кардинально То есть мне кажется Саша Это именно тот человек Который действительно может Ну если что Прям направлять руководить И какие то моменты Позитивный открытый Искренний человек Который ну уж точно не обманет И это безумно ценно Когда есть такие ребята И тот факт то что Ты можешь делать все четко Аккуратно И у тебя мышление Назовем ну Да Рома мне еще далеко честно Я признаю Рома это Если мне нужно Если мне нужно Вслужить видеокарту Я отдам Роме Потому что я себе так не верю Как Роме вот честно Да Но Саша как раз таки Безумно сам Ну очень быстро схватывает Поэтому как мне кажется Еще там месяцок-два И вообще вопрос никаких Не возникнет Он будет разруливать 90% всех задач И это здорово На полном серьезе так сказать Поделись своим ощущением Спустя сколько дней Три недели Три недели уже А три недели идет Три недели идет Ну если сначала Считать из них что перебьют То тут больше Потому что ты тут крутил Вообще создавал с нуля Мебель Ну это вообще не Мебель крутить фигня Вообще честно ребята Там конечно физически встаешь больше Но здесь Вся суета в том Что нужно много Информации в голове Держать Постоянно отвлекаться Вникать в то Чего ты отвлекся Чтобы экономить время При этом уделять Достаточно внимания людям При этом постоянно Держать себя В таком как бы Неком тонусе Чтобы там Не просто сказать Эй кто пришел Там нормально так Типа привет На ремонтик Вот из этой серии Потому что Потому что иногда так Углубился в работу Сильно Ну я вообще в целом Люблю Работать сосредоточенно И не отвлекаться Это такая вот Рома тоже очень любит Я это чувствую иногда Потому что я подхожу к нему А он смотрит на тебя Таким взглядом Потому что он еще В процессе В мысленном В своем там каком-то И смотрит на тебя просто как Вот сейчас он тебя зарубит просто А потом такой Чего такое? И улыбается Это страшный взгляд Честно говоря Вот И мне приходится Не углубляться Так глубоко В мысли Чтобы я мог Всю ситуацию Контролировать Которая происходит И я не понимаю Как это делает Даня Потому что я пока только учусь Очень много надо охватывать Просто Постоянно что-то контролирует А Даня еще там И с китайцами общается И там ему И пытается успеть в группе Да я уже тоже просил Я видел как это Я уже тоже подпросил Поэтому Я просто не понимаю Все нормально Видюхи подкосили Вот Не ну в целом Мне нравится это движение Мне нравится Помогать людям То есть в целом Я скажу так Что Я получаю энергию От людей Которым мы делаем хорошо Да Делая их компьютеры счастливыми И Это не как в мебели Когда я сделал Ее там установил Какой-то монтажник И я не знаю об этом Да Что там Как человек рад Не рад Там еще монтажник Повредил мое изделие Это вообще самое ужасное Что может быть Здесь я непосредственно Контактирую с людьми И я получаю от этого Искреннее удовольствие Мне нравится Когда Человек такой Приходит Я ему открываю ноутбук Или показываю компьютер И он такой Блин мужик Респект Все класс Мы прям Очень рады Или там Один человек если пришел он очень рад И прям Это мне очень нравится И я хочу двигаться дальше В том же ритме И развиваться еще больше Чтобы успевать порадовать Еще больше людей Мужик Да я пожму твою руку И я просто тебе От себя скажу что Вот чтобы Эта энергия в тебе Знаешь Она будет тратиться Однозначно Ты будешь эмоционально будет тяжело И физически тоже иногда И поплакать тоже иногда нормально Но чтоб тебе все равно хватало Как раз таки вот Знаешь С запасом на перспективу Чтобы ты понимал что Блин ты кайфуешь развиваешься И это только маленькое начало Поэтому Поздравляйте с тремя недельками Вот До завтра как говорится Вот На этом закончим Вот поближе я надеюсь Вы познакомились с ребятами И что у нас У нас Рома инженер Также отработал месяц Ну Инженерная работа Немножко другого характера Его уже нету Поэтому интервью мы у него взять не сможем И закончим сегодняшним словечком Боссом Директором питерского филиала Конечно Ванькой Павловым Потому что непосредственно он Мы то с Женькой возьмем то и уедем на следующей неделе А он тут будет разгребать все что мы тут нагребли Вань буквально словечко так сказать финальное От главного босса Зрителям в 4К Ты же в 4К пишешь? В 4К Приходите с 10 до 18 И уберите камеру нахрен Я ваши видеокарты второй день упаковываю Без фройдаха Еще отвечаю на сообщения Заполняю заказы Упаковываю И у меня еще голова болит Все мне больше сказать нечего Вот так вот взять честно Справедливо И как оно есть С вами была компьютерная мастерская Happy PC Питер По адресу 2-я линия Васильевского острова 59 Это лишь начало Главное преодолевать все трудности вместе И двигаться куда нибудь вперед А вы за этим будете наблюдать И я надеюсь что совместной поддержкой Мы каких нибудь прикольных моментов добьемся Спасибо что посмотрели Не забудьте подписаться на канал Happy PC Питер YouTube Потому что там непосредственно Саша Еще вот сейчас делает Чтобы снять обзор сравнения В общем Стараемся вас радовать С интересными вещами Чтобы вы что-то больше узнавали Ну и мы тут так же не скучали До новых компьютерных и не только встреч Побольше вам жизни друзья Пока-пока Пока-пока